Сегодня мы займёмся набором светодиодов, купленный на ebay. Если вы хотите купить тот же самый набор, то следует искать по названию 5050RGB. Если хотите с культом, то это будет плюс-ремоунт. Вот так вот. Что это такое? Это полоска светодиодов с секциями по три светодиода. Дальше идёт площадочка для пайки и резки, если хотите порезать. Каждый светодиод включает в себя три внутри. Синий, зелёный и красный, естественно. И может светиться с разной интенсивностью. То есть комбинация создаёт очень много цветов. Ну, скажем, условно, 256. Хотя, может быть, и больше. Что ещё? В комплект входит блок управления, который имеет инфракрасный датчик для пульта, который может быть смонтирован снизу монитора или сверху телевизора, или ещё где угодно. Собственно, контактная площадка. Сейчас мы соединим контакты. И здесь есть разъём 12 Вольт, стандартное питание, 2,1 мм внутренний диаметр штекера, 5,5 мм внешний. Блока питания в комплекте нет. Его придётся покупать самому, либо делать то, что я сделаю и покажу позже. На пульте. А, ну, давайте сразу включим. Пульт. Включает, выключает. Можно увеличить яркость. И, собственно, цвета. Красный, зелёный, синий. Прочие вариации оттенки смеси. И несколько режимов смены цвета. Автоматический. Моргать. Переход цветов. Причём регулируется скорость тоже. Медленно или быстро. Сейчас сделаем побыстрее. Прыгать цвета на цвет. И так далее. Вот. Что мы всё это хотим этим добиться? Полоска будет разрезана на соответствующие куски по длине, которую нам нужно. И смонтирована на заднюю стенку монитора, чтобы создавать подсветку в ночные и вечерние часы работы. Ну, займёмся разрезанием и спаиванием. Будем спаивать не себя, а контакты. Чтобы избежать возни с внешним питанием, я выбрал возню с внутренним. С ближайшего молекса я взял 12 вольт. Это красный и чёрный провод. Припаял дополнительно два проводка и вывел на заднюю стенку компьютера в виде стандартного разъёма. Дополнить разъём пришлось с кабелем. Я купил прямой и угловой 12-ти вольтовые штекеры. Внутренний диаметр 2,1. Внешний 5,5. И используя старый аудиокабель, сделал такой вот разъём. Кабель, который будет идти от компьютера к монитору. После окончания работ не забудьте проверить КЗ. И не забудьте проверить, что на центральном штырьке у вас плюс 12. Переходим к монтажу светодиодов на задней стенке монитора. Из-за сложности рельефа решено было отказаться от плана А, где была полоска из двух элементов, 4 и ещё 2, и может быть что-то внизу. И просто разрезать полоску пополам, что даёт нам 5 сегментов. Раз, два, три, четыре, пять. Сверху и пять снизу. Между ними будет переходной мостик припаян. Естественно, не на мониторе, а отдельно. Мостик сделан из проводков, добытых из обычного сетевого кабеля. Ниже будет смонтирован двусторонний скотч. Блок управления с выводом инфракрасного диода на нижнюю часть монитора. И главное предусмотреть две вещи, чтобы питание входило в нормальный блок управления. И питание монитора не мешали провода конструкции. Что ещё? Если вы не хотите паять концы полосок, если у вас больше, чем одно соединение, тогда можно в сети попробовать найти по тому же 50-50 коннекторс. Найти вот такие коннекторы. Они выглядят чуть по-другому. Там застёгивающиеся на конце клипса, которые застёгиваются на стандартные кончики этих полосок. Стоит мне примерно доллар за штуку. Выглядят как эти проводки с двумя клипсами на концах. Ими вы можете соединять такие полоски бесконечно с максимальной длительностью, длиною до 3 метров и до 5 метров, в зависимости от типа полоски. Вот. Ну и стоимость. Штекеры для организации питания мне стоили примерно доллара 3. Сама полоска вместе с пультом и блоком управления стоила 11.70. 11 долларов 70 центов на ebay. Что ещё? Ну и пара часов моего времени. Конечно, можно сделать за 20 минут, но как-то у меня так всё обстоятельно. Ну а теперь посмотрим, как всё это работает. Есть смысл выключить свет и включить устройство. Мне кажется чудесно. Играете портал, нажмите синий, играете по стал 3, нажмите красный. Любой. Вечеринка. Вперёд. Ну всё. Проверим, как это работает при выключении компьютера. Должно сейчас всё погаснуть. Спокойной ночи.